Музыка Привет, друзья! С вами Кристина Санько и это рубрика Вопросы-Ответ Мы задавали вопросы в группе ВКонтакте Вопросов очень много и некоторые из них, конечно же, повторяются Потому что многие не смотрели прошлые выпуски На протяжении этого видео будут всплывать ссылочки сверху на другие мои рубрики Вопрос-Ответ Где вы сможете получить ответ на ваш вопрос Потому что на некоторые вопросы я уже отвечала А тем, кто регулярно смотрит мои видео, мне кажется, будет неинтересно по 100 раз слушать одно и то же Откуда ты берешь свои здоровские идеи? Идеи... Я не могу сказать, что я их откуда-то беру, потому что все они у меня в голове Идеи для видео я придумываю сама Иногда меня что-то вдохновляет, мне что-то нравится Я листаю группы ВКонтакте, смотрю телевизор, смотрю других блогеров Смотрю какие-то классные картинки и как-то из этого всего вместе и получается интересная идея для видео Я рада, что они вам нравятся, поэтому будем продолжать в том же духе Была ли ты когда-то в Украине? Да, один раз я была в Киеве пару дней Город мне сам очень понравился, но больше после этого я не приезжала Но это было давно Умею что-то играть на каком-то музыкальном инструменте, если да, то на каком? На каких? К сожалению, играть на музыкальных инструментах я не умею Я работаю голосом, петь я умею, но профессионально этим не занимаюсь Я все мечтаю выложить какой-нибудь небольшой клип или кавер с песней, может быть, когда-нибудь мне это удастся Так что ждите, надеюсь, это скоро будет Какой твой любимый мультик вдохновляющий? Ох, я очень люблю диснеевские мультики, мне не нравятся практически все Из последних я полюбила Рапунцель, Храброе сердце Очень нравится Горбун из Ноттердама Ну, не знаю, не могу выделить какой-то один мультик, скорее всего, все диснеевские Потому что они все очень милые, красивые, ярко нарисованные И к тому же я обожаю мюзиклы, а в диснеевских мультиках, как вы знаете, часто поют В каком городе ты живешь? Этот вопрос мне часто задают Повторюсь, для тех, кто не помнит, Астрахань, Новороссийск В каких странах вы были? В странах... Я путешествовала по Европе и сняла об этом большой влог Так что в разделе влоги можете найти это путешествие по Европе Не собираешь ли ты устраивать фан-встречу? Кстати, вот об этом я очень давно мечтаю и давно хочу это сделать Планирую Недавно я встретилась со своими подписчицами Вручала им подарки, которые они выиграли в конкурсе Мне эта встреча очень тепло запомнилась, поэтому я очень хочу создать для вас фан-встречу И сделать это, наверное, удастся только ближе к весне Потому что сейчас у меня обстоятельства и дела всего-всего очень много Надеюсь, это получится сделать где-то в марте и в апреле В любом случае, об этом я буду говорить заранее И постараемся с вами подготовиться к этой встрече вместе Подскажите график выхода видео На самом деле, я давно хотела сделать на шапке Ютуба, когда выходит видео Сомневалась, делать это или нет, потому что я стараюсь выкладывать видео достаточно часто Это 1-3 раза в неделю, в среднем получается где-то 2 Когда у меня бывает достаточно времени, я стараюсь выкладывать по 3 видео в неделю Не хочу писать об этом в шапке Ютуба, потому что мне не нравится, когда блогеры обещают, что видео будут выходить в субботу и в четверг А на самом деле, может быть, и одного даже раза в неделю не выходит Поэтому я вам просто говорю, что видео выходит 3 раза, где-то 2-3 раза в неделю А уже в какие дни, это уже зависит от того, сколько у меня времени и дел накопилось на этой неделе Поэтому просто заходите на канал и знайте, что видео достаточно часто выходит Какой твой любимый праздник? Праздников очень много любимых Мне больше нравится даже, скорее всего, не празднование, а подготовка к ним украшения Создание подарков, подбор подарков День Святого Валентина, День Рождения, Новый Год Какие-то крупные такие достаточно праздники Ты с детства делаешь красивые подделки или это все пришло к тебе в более старшем возрасте? Скорее всего, с детства я раньше делала подарки родителям Это получалось мне достаточно так кривовато, не смело Ну, как у всех детей, наверное Потом это больше уже переросло в такое творчество, хобби И у меня стало получаться, и я подумала, а почему бы не снять об этом видео, если у меня так все интересно получается, на мой взгляд Надеюсь, вам эти подделки тоже нравятся Какой любимый цвет? Любимый цвет красный и все его оттенки Будете ли вы снимать обзор на вещи? По-моему, я достаточно часто это делаю в своих видео Я обожаю делать лук-буки Но самые красивые лук-буки получаются, наверное, в теплую погоду Во сколько лет вы узнали о YouTube? Не помню Наверное, с того момента, как он появился Мне тогда было лет 16, наверное 17 Что ты сделаешь, если проснешься мальчиком? Интересный вопрос Наверное, буду делать всякие мальчишеские приколы Потому что очень хочется узнать, как все это у них устроено И как они думают, как они чувствуют Так что так Буду делать всякие мужские вещички Какой твой любимый запах? Ох, запах, наверное, это корицы Кориандра Я люблю зиму как раз за эти запахи Потому что они присутствуют во всем И как бы предвещают такой уютный праздник, Новый год Вообще уютное настроение в холода Кристина, как ты встретила Новый год? Новый год я встретила, как уже говорила в видео, со своей семьей Мы кушали разные вкусности и играли в настольные игры Кристина, как вы познакомились с Виктором? Расскажу вкратце Мы познакомились на работе Я три года назад работала переводчиком в иностранной фирме И, собственно, там мы и познакомились Это было что-то типа служебного романа Более подробно На самом деле эта история очень большая И достаточно интересная По которой можно даже снять фильм Если вам интересно, я могу снять об этом отдельное видео Кстати, Дню Святого Валентина Это будет очень даже кстати Расскажите, пожалуйста, как вы стали переводчиком Ну вот, как раз продолжение темы Очень просто У меня два высших образования Первое – международная журналистика И второй – переводчик иностранных языков в сфере профессиональных коммуникаций Просто устроилась по диплому Ничего такого сверхъестественного нет Тебе когда-нибудь хотелось все бросить и уехать куда подальше? Я знаю, что многие люди ведут кочевой образ жизни То есть любят переезжать с места на место, меняя город Я так делать не люблю Мне хочется где-то обосноваться Где-то устроить свое гнездышко И жить там со своей семьей Чтобы просить уехать куда-то Да, хотелось И я это сделала То есть переехала Почти переехала из Астрахани в Новороссийск Вот это все вопросы, которые вы мне задавали вконтакте Пишите еще Мне будет очень приятно на них ответить Ссылочку я оставлю под видео Где можно задавать мне эти вопросы И я думаю, до скорой встречи Пока, друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok